Итак, казахстанские ветеринары выступили с серьезным обвинением в адрес нашего правительства. Они утверждают, власть закрывает глаза на проблему ящера, потому что боится, что от нашего мяса откажутся импортеры. Пять лет назад девять областей страны на международном уровне признали зоной свободной от ящера, вследствие чего там перестали вакцинировать животных от болезни. Тогда это считалось грандиозной победой Минсельхоза. Наконец-то появилась возможность продавать свою продукцию за рубеж. Однако после того, как ящер проявил себя снова, ветврачи забили тревогу. Страна зря отказалась от прививок и нас всех может ждать непоправимое. Адиль Болтабаев разбирался в теме. В Казахстане есть серьезный риск заражения скота опасными инфекциями, в том числе ящером. Своими опасениями с нами поделился доктор ветеринарных наук Гайса Абсатиров. По его словам, последняя вспышка этого заболевания была в январе в Карагандинской области. Тогда от нашего мяса отказались Россия и Китай. По мнению ученого, вспышки происходят из-за того, что у нас нет вакцинации животных против ящера. Мы от нее отказались в 2015 году. Тогда Международное эпизоотическое бюро признало Казахстан зоной свободной от ящера. Но, как рассказывает Абсатиров, освободиться полностью от заразы не получилось. Но об этом, по словам ученого, наверху говорить особо не хотели. И на то были свои причины. Конечно, интересы правительства понятны. У нас экспортный потенциал остановится. Надо объявлять карантин. Это особо опасная карантинная инфекция. Нужно вводить карантинные мероприятия, закрывать целые регионы. То есть останавливать хозяйственную экономическую деятельность. И самое главное, скот больной ящером или подозрительный по заболеванию, он должен уничтожаться. Ситуацию с ящером в стране удалось стабилизировать только благодаря самим фермерам, которые за свои деньги прививали скот, убежден Абсатиров. Но факт это не отменяет. Переболевшие животные остались носителями заразы. Однако в Минсельхозе заверяют, переживать не стоит. Да, ящер у нас имеется. Это Карагандинская область. Мы его объявили. Мероприятия полностью проведены 14 января. Пока по ящеру у нас ящер не зарегистрирован в других областях. Если же все-таки в Казахстане будет новая вспышка ящера, мы рискуем лишиться статуса свободной от этой инфекции зоны. А такое вполне возможно, если не начать массово прививать пока еще не заразившийся скот, уверены эксперты. По словам заведующего отделом оценки рисков вирусных болезней животных казахского ветеринарного института, такие риски нам ни к чему. Страна рискует тем, что оно лишается сертификата, вынанных международным эпизодическим миром. Это, во-первых, престиж Казахстана по сравнению с другими странами, что он обладает такой стабильной эпизодической ситуацией. И второе, это экономические рычаги или экономические возможности. Государство, имеющий таким статусом, может беспрепятственно вывозить свою продукцию из-за рубежа на экспорт. В Мажелисе сегодня озвучили еще одну любопытную цифру. С 2015 года в Казахстане на развитие ветеринарии ежегодно выделялось по 150 миллионов евро, но, по словам ученого Абсатирова, до конечной цели эти деньги так и не дошли. Адиль Балтабаев, Ермек Махметов и Нурсултан Саулет специально для студии СИМ. Продолжение следует...